Комсомольское прошлое это больше чем кажется. Оно объединяет очень многих. Тех, кто занимает сейчас важные посты, обычных граждан и героев, чьи имена навсегда останутся в памяти. Так именем Виктора Галочкина названа одна из улиц нашего города. Он заслонил грудью командира Александра Чараева и всю атакующую группу. Все остались живы, кроме, конечно, Виктора. И звание Героя Советского Союза было ему присвоено посмертно. Мы вот в этой витрине во второй выложили последнее письмо Виктора, которое он написал своей матери. Она проживала в нашем городе. И вот это письмо вы видите. И таких уникальных и ценных экспонатов собралось на целых три стенда. Здесь письма, партбилеты, значки тех времен и фотографии, связанные с комсомолом. Все это оригинала, а в каждом предмете заключена история тех лет. Вот первые комсомольцы города, празднование важных дат и сборы на ударную стройку Байкала, Амурской магистрали и Целину. С последним связана жизнь целого поколения комсомольцев. В 1955 году первый отряд из Орехово-Зуева в составе пяти сотен человек отправился на Целину. Как вспоминает Лидия Каретникова, было весело и дружно. Никто не обращал внимания на неудобства. Хотя ехали в обычных товарных вагонах. На Целине девушки жили в огромной палатке, питались скромно. Иногда даже было так. На первый гороховый суп, на второй гороховая каша. При этом работали много. В пять утра подъем, а обратно возвращались только к девяти вечера. Девчонки работали на току, до кровавых мозолей. Нам какие-то варежки выдали. Значит, урожай был небывалый в 1955 году и в 1956. Просто небывалый. Вы знаете, машины не успевали отгружать зерно и возить на ток от комбайнов. Девчонки, значит, кто вызвался, кто на комбайне хочет работать. Кем работать? Капнильщицы. Комбайны были не такие, как сейчас самоходочки комбайна. Впереди шел трактор, тащил за собой комбайн. В комбайне комбайнер и капнильщица. Вот я два года проработала капнильщицей. Только на комбайне намотаешься на этом верху, жарко, пыльно. Все бы так завязано, здесь шаровары. Все, только белки, глаз и зубы. И думаешь, господи, ну хоть бы он на минутку остановился. Ну хоть бы вот сойти на землю и лечь на нее, потому что все время в движении, все время мотаешься. И вот если какая-то была поломка, допросит нас Николай Дмитриевич, его звали. Мы так радовались, что есть хотя бы 15, полчаса там лечь на землю. И вот так я, значит, сразу плашмя, и земля так раз, два под тобой, потому что уже все накачалось. И так же вот этот парнишка, который там за трактор вел. Вот такая была работа. И тем не менее мы приезжали, окунались в старец Утабола, наводили марафет какой-то, как все девчонки. И у нас был от института легендарный Юра Масейкин, гармонист, у него был баян и гармонь. Значит, около палатки, танцплощадка, выходили на эту площадку, пели песни, танцевали в клубах совершенной пыли. Но все равно это было очень здорово. В этот же день вспоминали о строительстве Байкала-Амурской магистрали. Анатолий Макаров отметил, что о БАМе можно говорить сутками. Сам он там проработал более 20 лет. БАМ есть, он построен вовремя, построен в очень трудных условиях. И в настоящее время уже строятся вторые пути, потому что уже речь идет о развитии БАМа. Своими воспоминаниями в этот день делились и другие участники. Передавали редкие вещи, связанные с комсомолом. Особой наградой был удостоен Краеведческий музей. Международный оргкомитет «Комсомолу-100» наградил коллектив благодарственной грамотой за подготовку мероприятий, посвященных вековому юбилею комсомола.